Привет, дорогие друзья! Сегодня после завершения Милан Найт Шоу мы беседуем с благодатами русского найтмейкеринга и устисов, которые друзья и близкие знают, как Алексей. Привет, Алексей! Привет! 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 Как и почему ты начал делать ножи? Я здесь пробил ножи. Вообще, я их лекционировал до этого. Где-то, наверное, 8 назад один мой друг, говорит, посмотрите, какие ножи, привел меня на клинок. Раньше я его не ходил. И я загорелся. Помню, в детстве начал делать ножи сам. Первое, я делал фиксированные ножи. Четыре года назад я понял, что это скучно и неинтересно. И попробовал делать свой первый складной нож. И после этого я понял, что это мое. То есть этим надо заниматься. Потому что это очень интересно. Какие ножи цепоказы наиболее интересны, какие коллективные смотрят? Ну, на сегодняшний момент для меня это лидеры. Мне очень нравится, чтобы нож летал от легкого движения пальцем. Хорошая механика, красивая отделка. И чтобы нож делать свою индивидуальность. Я, например, редко делаю какие-то серии. Мне интересно сделать нож, чтобы он был один всего лишь, чтобы человек понимал, что он имеет всего лишь один нож на весь мир. Вот так вот. Устальше. Устальше. Алексей, вы используете разные материалы. Какой самый интересный для покупки материал удалось попробовать? Чем вы просто поделитесь? Я предпочитаю хитат, карбон, природные материалы. Интересно включать в нож. То есть это смесь карбона, перламудра. Хотелось бы использовать более интересные стали, чем, которые продаются у нас в России, что-нибудь нержавеющее, домостилы нержавеющие, но с хорошими режущими свойствами. Скажи, пожалуйста, в твоих воспитаниях это было бы на лицо. У меня довольно многие впечатления о этой выставке. Конечно, в этом году было бы маловато ножей, которые были бы интересны. Но были хорошие культяры. Основательные песни не было. Так как я сам собираю ножисть, то есть я купил. Единственный ножик, который мне понравился, это Максин. Но он, не Бог, не понравится. В общем, положительный. Но хотелось бы, чтобы в следующем канале было более обширным. Спасибо, Алексей. Я надеюсь, что мы увидимся в России и зададим еще много тебе вопросов. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...